Здравствуйте, я Александр Герасименко. Цель – это запланированный конфликт. И только ты это понимаешь, ты в разы повышаешь свои шансы к достижению любой цели. Сразу про сих пор три вещи. Вещь первая – ты становишься гораздо активнее. Активнее, потому что понимаешь, что раз цель – это запланированный конфликт, то в детстве конфликты, которым нас обучали, между добром и злом, они не актуальны сегодня. Настоящий конфликт сегодня, здесь происходящий, это между старым и новым. Новое вытесняет старое, и старое не сдается. Так происходит большинство конфликтов. Если вы сегодня инициируете конфликт, то не вы такой плохой, а на самом деле, скорее всего, ты являешься change agent, агент, несущий изменения, и просто вытесняешь старое, неэффективное. Человек становится активнее, понимая формировку, что цель – это запланированный конфликт, потому что в конфликте виноват не тот, кто первый начал, а тот, кто держится за старые неработающие методы. Если ты начинаешь идти на конфликт, в этом нет ничего плохого, ты просто change agent, ты агент изменений. Вторая вещь, которая происходит, если ты понимаешь выражение «цель – это запланированный конфликт», начинаешь очень сильно экономить свои эмоции, и тем самым значительно повышаешь фокусировку. Ты выбираешь, в этом конфликте мне лучше участвовать и победить, а в этом его проще обойти. Безэмоциональность экономит силы человека. Фактически, понимая, цель – это запланированный конфликт, мы взрослеем. Человек не истерит больше, мне здесь не нравится это или здесь не получается. Ты просто выбираешь конфликты, которых ты можешь победить, остальные ты просто избегаешь. И третья очень важная вещь. Ты понимаешь, что Дарвин был неправ. Побеждает сегодня не сильнейший, а сильнейшая команда, и начинаешь собирать себе команду для преодоления всех этих множественных тысячных конфликтов. Теперь об этих конфликтах. Их всего три. Конфликт первый – с людьми вокруг тебя. До этого ты выполнял в их жизни определенную функцию. Теперь ты себя изъял. Раньше ты помогал им их цели достигать, какая бы она ни была. Возможно, ты с ними поговорил, ты снимал им напряжение, ты с ними время проводил, развлекал их или выслушивал. Ты помогал этим людям достигать их цели. Теперь ты себя изъял из их жизни и работаешь над своей целью. Люди будут кричать, как человек, у которого из зуба достали пломбу. Но одна вещь. Как только эту пломбу заменит на другую, он идет другого человека вместо вас, он забудет про вас. Это не ваш конфликт. Это конфликт другого человека. Поэтому первый компонент, цель – это запланировать конфликт. Люди вас не должны сильно беспокоить. Это не ваш конфликт. Это конфликт тех людей, из жизни которых вы себя изъяли. Второй компонент – это свои желания. Это очень серьезный конфликт. Сначала вам хочется достигать великих целей. Я сейчас буду, я стану, я достигну, я заработаю, я куплю и выше, и выше, и выше. Как только начинаешь тяжело работать, у тебя появляется другое желание. Ты хочешь уже отдохнуть. Я хочу уехать. Я устал. И здесь нужно понять очень важную вещь. Как только ты поставил цель, только ты это сделал, ты выключаешь рубильник желаний вовсе. Желания работают. Чего ты хочешь, ты ставишь цель. После цели все желания выключаются. Иначе ты станешь рабом своих прежних желаний отдыхать. Все желания уведут тебя только в лень. Происходит следующее, что у человека, оказывается, всегда есть цель. Он всегда живет целью. Только если он ее не озвучил, а живет с ней подсознательно, это будет низкая цель. Цель – отдохнуть, цель – поспать. Но только ты ставишь высокую цель, ты идешь только к ней и забываешь про все эти низкие цели. И есть еще и третий конфликт. И он настоящий. Он действительно суровый. Конфликт со временем. Если до этого ты жил, делал, когда хотел, делал, что хотел, то теперь у тебя есть жесткие временные рамки, которые тебя ограничивают. И вот здесь, кстати, и проявляется настоящий профессионал и отличает себя от любителя. Профессионал делает то, что нужно сделать, вне зависимости от того, хочет он это делать, либо нет. Любитель ждет вдохновения. Конфликт со временем может иметь приятную краску, когда ты понимаешь, что не просто дедлайны ты должен соблюсти, свои сроки, потом, по соблюдению их, ты от них же и отталкиваешься. Фактически человек, бегущий быстро к своей цели, это человек, который не просто стремится успеть к дате, он отталкивается от своих предыдущих достижений, которые очень сильно питали его самооценку. Я резюмирую. Цель – это, да, другая ее сторона, запланированный конфликт. Только ты это понимаешь. Ты становишься активнее, потому что снимаешь с себя чувство вины. Конфликт происходит между старым и новым, а не между добром и злом. И ты новая, когда инициируешь конфликт. Второе. У тебя получается гораздо больше удовольствия от продвижения к своей цели, потому что ты перестаешь зря тратить негативные эмоции. Конфликты ты выбираешь, где победить, и как ей сбежать. И третье. Ты собираешь команду, которая помогает тебе конфликт решить. Есть три конфликта с людьми вокруг себя. Чаще всего это не наш конфликт. Второй конфликт со своими же желаниями. Желания выключаются, только ты ставишь цель. И третье. Конфликт со временем. Надо научиться быть профессионалом. Делать то, что нужно делать, а не то, что ты хочешь делать прямо сейчас. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok